Газпром Трансгаз Югорск представляет Обучающий мультимедийный фильм Требования безопасности при проведении работ на высоте Фильм предназначен для просмотра работниками, занятыми проведением работ на высоте При просмотре фильма перед обучаемыми ставятся цели Обратить внимание на основные требования безопасности, невыполнение которых при проведении работ на высоте может привести к несчастному случаю Общие требования безопасности при производстве работ на высоте Работы на высоте являются работами повышенной опасности К ним относятся работы, когда Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 метра и более Работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 метров или спуск, превышающий по высоте 5 метров по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75 градусов Работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 метров от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 метра А также, если высота ограждения этих площадок менее 1,1 метра Существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 метра Если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами Запрещено выполнять работы на высоте на нестационарных рабочих местах без применения систем и приспособлений обеспечения безопасности Внимание! Не допускается выполнение работ на высоте В открытых местах при скорости воздушного потока Ветра 15 метров в секунду и более При грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ А также при гололеде, собледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах Оборудовании, инженерных конструкциях, в том числе опорах линий электропередачи, деревьях При монтаже, демонтаже конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 метров в секунду и более По возможности, работы на высоте должны исключаться из общего процесса проведения работ При невозможности исключения работ на высоте, в обязательном порядке используются инвентарные леса, подмости, устройства и средства подмащивания Применяются подъемники, вышки, строительные фасадные подъемники, подвесные леса, люльки, машины или механизмы, а также средства коллективной и индивидуальной защиты Внимание! Работники допускаются к работе на высоте после проведения Инструктажи по охране труда Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ Проверки знаний требований охраны труда Производство работ на высоте Необходимо произвести окраску в желтый цвет трубопроводы газа в галерее нагнетателей Внимание! Для выполнения работ на высоте в нестационарных рабочих местах должен быть оформлен наряд допуск К нестационарным рабочим местам относятся рабочие места с территориально меняющимися рабочими зонами Где рабочей зоной считается неоснащенный стационарными средствами производства работ на высоте, площадками, переходными мостиками, лестницами и тому подобное Участок рабочего места, ограниченный координатами или границами, в пределах которых будут один или несколько работников выполнять схожие работы или технологические операции Вам необходимо произвести окраску в желтый цвет трубопроводов газа, находящихся в галерее нагнетателей здания компрессорного цеха Так как место нестационарное, то есть не имеет стационарной площадки, работы будут проводиться по наряду допуску Вы подготовьте средства защиты от падения с высоты Вы назначены ответственным исполнителем работ Пойдемте со мной, необходимо осмотреть место проведения работ До начала выполнения работ по наряду допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника необходимо провести осмотр рабочего места на предмет соответствия правилам. Далее осмотр рабочего места. При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного падения работника, в том числе ненадежность анкерных устройств, предназначенных для крепления страховочных канатов, наличие хрупких, разрушаемых поверхностей, открываемых или незакрытых люков, отверстий в зоне производства работ, наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей неогражденные перепады высоты. Возможная потеря работникам равновесия при проведении работ со строительных лесов, с подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушения их устойчивости, их разрушения или опрокидывания, разрушения конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ непосредственно на них. Внимание! Ответственный руководитель работ обязан проводить целевой инструктаж членов бригады с проверкой качества и полноты усвоения информации, доводить до них информацию о мероприятиях по безопасному производству работ на высоте, разъяснять порядок производства работ, а также порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, сведения об их правах и обязанностях, проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам на высоте, проверять укомплектованность членов бригады инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями. До начала проведения работ на высоте необходимо обеспечить безопасность на рабочем месте, произвести монтаж инвентарных лесов, подмостей, лестниц, ограждений, отключить или оградить электроустановки, вращающиеся механизмы или их элементы, отчистить или посыпать песком скользкие поверхности. Внимание! Не допускается работа на высоте с ящиков, бочек, оборудования, а также неинвентарных лесов, лестниц, настилов, трапов. Доступ для посторонних лиц, непосредственно не занятых на данных работах, в зону, где устанавливаются или разбираются леса и подмосте, должен быть закрыт. Внимание! С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель работ должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за industrie. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова